Коломна – древний и один из самых красивых городов Подмосковья, стоящий на двух крупных реках – Москве и Оке. На его территории много исторических и архитектурных достопримечательностей. Узнать поближе это место можно, воспользовавшись экскурсионными программами, которые предлагают различные круизные компании на любой вкус и кошелек, как из самой Коломны, так и из Москвы. Собираясь на экскурсии, многие рассматривают такой вариант, как Коломна катание на теплоходе. Существует несколько маршрутов поездок на теплоходе в Коломне – прогулки выходного дня по реке, индивидуальные прогулки по Оке и Москве-реке, турнир Витязи – прогулка на теплоходе, Коломна – по Оке, теплоходный тур из Москвы по Оке. Заказать однодневный тур выходного дня на теплоходе можно в компании «40-й Меридиан». Начинается обычно путешествие возле гостиницы «40-й Меридиан Арбат», добраться можно до нее из Москвы тремя способами. На автомобиле сначала по Волгоградскому шоссе, а после 100 километров. По трассе М-5, на автобусе от автостанции «Котельники» до остановки «Галутвин» на поезде с Казанского вокзала. В ходе прогулки путешественников ожидают живописные виды с необычными достопримечательностями и историческими местами. Корабль плывет мимо Коломенского Кремля, Пятницких ворот, Москворецкого железнодорожного моста и множества необычных церквушек. Часто по дороге встречаются катера и грузовые боржи. В целом путешествие занимает полтора часа. Чаще всего такие туры осуществляются на судне «Анна-Мария», теплоходе «Коломны» со стильным и современным интерьером. На корабле предоставлены все удобства для хорошего времяпровождения – туалет, кондиционер и музыкальный центр. Вместительность корабля – 35 человек. Прогулка на теплоходе «Воронеж» Теплоходную прогулку из Москвы организует компания «Турлайт». Тур начинается выездом на автобусе из Москвы от Комсомольской – 4. Время до пункта назначения занимает не более двух часов. Далее по плану посещения Коломенского Кремля XVI века – двух женских монастырей, после по программе Соборная площадь, а в конце можно прогуляться по посаду купеческому и посмотреть на современную Коломну. Во второй половине дня запланировано двухчасовое катание на кораблике по реке Оки, а после него обычно туристов ждет возвращение в Москву. Сборная экскурсию «Турнир Витязей» в Коломне с прогулкой на теплоходе по Оки – начинается от станции метро «Марксистская», откуда туристов везут к стенам Коломенского Кремля. Здесь посетителям предлагают выпить медовухи и закусить хлебом. После этого гостей проводят в здание Кремля, где можно попасть в экспозицию древнерусского оружия и воинского снаряжения. Далее обычно по плану начинается ходьба «Пешая прогулка по Коломне», в которую входит осмотр наиболее известных достопримечательностей и действующих церквей и соборов. А после туристов обычно ждет увлекательная двухчасовая прогулка на теплоходе по реке Оки. Предлагает Коломна теплоходные прогулки по Оки не только на корабле под названием «Анна-Мария», описанном выше, а еще на двух суднах «Москва-108» и «Дмитрий-Донской», оснащенные банкетными салонами на нижней палубе, частично открытой верхней палубой, туалетами, кондиционерами и музыкальным оборудованием. Вместимость этих теплоходов до 80 человек при обычных катаниях, при заказе банкетов на палубы допускается до 50-60 человек. Попасть на прогулку для того, чтобы покататься на теплоходе или взять в аренду судно, можно, обратившись в компанию «40-й меридиан». Прогулка на теплоходе Волгоград Кроме прогулок на теплоходе в Коломну, существует несколько речных круизных программ с заездом в этот город, который организует компания «Маструфлот», Москва, Рязань, Константинова, Коломна, Москва, Москва, Коломна, Рязань, Константинова, Москва». Все вышеперечисленные маршруты начинаются на Московском южном речном вокзале, куда организован бесплатный трансфер от станции метро «Коломенское» и там же заканчиваются. Рассчитаны они на четыре дня и отправляются в путешествие на теплоходе «Сергей Образцов». Города в маршрутах одни и те же, но, кроме Коломны, можно попасть еще в Рязань и Константинова, единственное, немного отличается порядок заездов в города и экскурсии. При остановке в Коломне на борту предлагаются различные береговые экскурсии, которые можно выбрать в зависимости от маршрута, трехчасовой обзор города с посещением Колокольни, Соборной площади, Успенского и Тихвинского соборов и Коломенского Кремля, двухчасовой осмотр фабрики Пастилы, где можно узнать секреты стряпания известного коломенского лакомства, а завершить ее чаепитием с этим угощением, трехчасовой тур в музей Пастилы, предлагающий узнать технологию приготовления этого угощения, экскурсия «Турнир ротоборцев», в рамках которой можно подняться на смотровую площадку Грановитой башни, пострелять из арбалета и посмотреть показательные выступления, компания предлагает посетить и музейную лавку, торговля мылом Гаисуранова, узнать все о дореволюционном мыловарении, и в подарок купить себе сваренное по старинным рецептам мыло На двухпалубном теплоходе «Сергей Образцов» созданы все условия для прекрасного путешествия Рассчитан корабль на 159 пассажирских мест Для путешествующих предусмотрены одно, двух, трех и четырехместные каюты с санитарным узлом на нижней, средней и главной палубах Каждая каюта оснащена кондиционером, телевизором и телефоном Два ресторана теплохода работают в одну смену Бар расположен в помещении верхнего ресторана В стоимость таких туров включены услуги Утренняя зарядка, кислородные коктейли, лечебные чаи, обеды в ресторане, спортивные тренажеры, основные экскурсии Предусмотрены также скидки детям до 14 лет, до 5 лет, без предоставления места выдается бесплатный билет Важно! Фитобар, медицинские услуги и дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно Ознакомиться подробно с круизами и маршрутами и получить более официальную информацию о расписании маршрутов, актуальных ценах на 2018 год можно на следующих сайтах Сайт номер 1, сайт номер 2, сайт номер 3, сайт номер 4 При выборе круиза по оке из Коломны туристы зачастую задаются вопросом, какое время лучше выбрать для поездки Водный мир Аки замечателен в различные сезоны, однако, наиболее комфортной прогулкой можно будет насладиться с мая по сентябрь Прогулка на теплоходе в Казани важно заранее определиться с тем, что положить в чемодан для путешествия Обычно на кораблях принят свободный стиль одежды, однако, если планируется фуршет или банкет во время поездки, то не лишним будет взять вечернюю одежду Много брать с собой тоже не нужно, а то никуда будет все это деть Важно, на реке обычно ветренее и прохладнее на 5 градусов, чем в городе, это необходимо учитывать при сборе вещей Не лишними будут фотоаппарат, видеокамера, купальники, кремы для загара, головные уборы, куртки-ветровки, но самое важное, не забыть при планировании прогулки по реке хорошее настроение Речная прогулка в Коломне по Оке отличный выбор для отдыха в одиночестве и с семьей Организуют туры только надежные компании, предоставляющие комфортабельные теплоходы на любой вкус А круизная программа не заставит скучать никого в этом путешествии